С песнями и на английском, и на русском все гораздо проще, нежели с живописью сетует она. Музыка – это понятие абсолютно иммунитное, что-то такое вот извне, духовное. Живопись – это школа. Я получила очень хорошую школу, спасибо Маршумову и вообще, кстати, художественному училищу. И дальше уже идет развитие на уровне школы, то есть это разные искусства – живопись и музыка. Музыка – это уже такое витание в облаках, то есть ты вот витаешь, ловишь, в принципе, огромное количество гениальных музыкантов, они не имеют никакой школы вообще. В живописи так невозможно. Любой гениальный художник, который пишет даже авангардно, абстрактно, у него есть какая-то колоссальная школа, базис. Но парадокс в том, что Мизамо знают и любят не в родной Твери, а далеко за ее пределами и даже дальше, за рубежом. Я уже давно не живу в Твери, я уже давно не живу в России. Я существую в просторах интернета. И там, например, меня лучше знают где-то за пределами нашей родной страны. Я русский человек, я говорю на русском языке, но за эти все годы я настолько колоссально вообще окунулась во всю бездну беспросветного какого-то существования. Молодым авторам, у которых сегодня нет никакой поддержки в той сфере, где они живут, остается только погружаться в интернет. Однако поддержать и объединить современных авторов призван проект, провозглашенный властями и бизнес-элитой. Ученые, чиновники, они, значит, выдвигали мне такой аргумент, что в Перми это стечение обстоятельств, это чудо, это не то, что некая технология. Поэтому очень важно, что если у нас сейчас получится проект в Твери, мы докажем всей стране, что это возможно, что насыщенная культурная жизнь может быть не только в столице, что города могут бороться за свое сохранение, за сохранение численности. И тогда должен пойти общероссийский процесс такой децентрализации. И, собственно говоря, я очень надеюсь, что тот проект, который сейчас делается в Твери, имеет значение не только для Твери, но и для всей России. Создание в российских городах центров современного искусства – это упор на формирование досуга и реанимацию творческой среды. Однако далеко не все художники согласны с такой позицией. Ой, тут развал какой-то вообще бешеный в Твери, и мы тут приехали и подняли, значит, вообще искусство. Естественно, тут все было уже. Просто это нужно вычленить. То, чем не занимается Гельман, извините, он не вычленяет, он не ищет таланта. Вот так вот, это правда жизни. Есть тема у нас среднерусского пейзажа. Почему? Потому что нужно ставить задачу сохранения пейзажной школы. И здесь Академия художеств во главе с вице-президентом Академии Зверьковым Ефрем Ивановичем, они, конечно, этому способствуют. Мы проводим несколько пленеров, которые один в Кашине, один у нас на академической даче Союза художников, Вышний Волочок, и замечательный молодежный фестиваль в городе Торопца. И туда наши ребята приезжают, работают и привозят удивительные работы. В Тверском художественном училище имени Венцианова уже давно придерживаются современных взглядов. Другое дело, что особенно этим никто раньше не интересовался. Студенты и преподаватели сами придумывали выставки, акции по типу рыбизма. И как добавляют Шура Журавлева к поистине талантливым художникам, коих она знает немало, либо не обращаются вообще, либо, если и зовут, так исключительно поучаствовать в сборной выставке по какому-то случаю. Выставка – это единый организм. И если кто-то в этом организме проигрывает, то это будет плохая выставка. Как бы не были хороши лично твои работы. То есть это очень все жесткая тема. Много споров, много вопросов, много и надежд. Заместитель Тверского губернатора Алексей Каспаржак отвечает своим удушевлением. Именно поэтому лично и стал курировать проект, чтобы все скорректировать и безболезненно вписать в историю Твери ситуацию с Гельманом. Правильно было бы сделать, чтобы это был такой хороший Тверской манмартер. Чтобы вот к нам приезжали и говорили, там художники стояли, что-нибудь продавали интересное. У нас много чего делается. Я там за последние эти два месяца, пока здесь ремонты шли и работы, я был, наверное, в нескольких десятках студий, я имею в виду мастерских тверских художников. Так, теперь их знаю в лицо, знаю, чем они живут, о чем они думают. Я думаю, что надо, это место поможет и им, и нам. Ребят, бессонница! Спустя 20 с лишним лет в фильме самого серьезного детского кинорежиссера Ролана Быкова, помимо «Правды жизни», где-то далеко и глубоко проглядывалась пророческая грустная ода Тверской земле. Чучело по одноименной повести Владимира Железнякова, снятое на фоне старого Тверского речного вокзала, стало откровенным шоком не только для советского зрителя. Героиня юной Кристины Арбакайте, Лена Бессольцева, берет на себя чужую вину, а класс объявляет ей войну. Лену считают чудаковатой, как и ее деда, заплаточника, увлеченного сбором старых картин. Наши настоящие художники и сегодня, как заплаточники. Кажется, музыканты, живописцы, графики, дизайнеры в провинции вообще никому не нужны. Нет никакой поддержки. Дело и в деньгах, и в отношении. Но самое важное – вкус и вкусовщина. Профессионализм и дилетантство. Дело в понимании, где настоящее, а где псевдо. Поэтому одни уезжают, другие бегут от себя, а третьи варят свой творческий бульон и остаются для тех, кто в них нуждается. С маленькой толикой надежды, что все еще можно спасти, сохранить, изменить. Редактор субтитров А.Семкин